это всем привет сейчас остановился тут чайку попить заодно меня часто спрашивают я езжу на хрена ты возишь только ножей то есть обычно я вожу два ножа это один тяжелый один баковский я уже говорил об этом ну как-то так скользь упоминал что вот такой вот легенький баковский и вот я показывал тоже в рюкзаке меня вот такой чехол здесь пила лежит баковская из набора лапланда и самый и вот такой вот типа нож выживания герберовский значит ребята в двух словах значит универсальных ножей не бывает по определению ну то есть это же ничего универсального вообще вот в этом мире нет ну и любое универсальное в любом случае и хуже чем что-то конкретно специализированное значит ну вот просто показываю на словах значит баковский ножик он чем удобно он ни черта не весит я уже показывал его можно вот сюда вот на маечку повесить у меня там где то есть отправить там два ножа и пилу там ролик есть там покопайтесь на канале на что можно вот просто сюда повесить на маечку он вообще ничему не мешает там прекрасная защелка отличную сюда вот складку сапога вот он вкладывается этот ножик него тоже нет но всегда под рукой и у него основное его преимущество что он сам тонкий у него очень острый угол схода он великолепно режет то есть это ножик так для тонких работ то есть им им очень хорошо там готовить этим ножом очень хорошо с ним в грибы ходить там подрезать вот если тонны такие тонкие веточки обстрогать там что-то заточить здесь ему равных нету плюс нож легкий компактный вот он вот я показывал что вот он на защелку на защелку он под клапан рюкзака чудесно впаковывается там пластмассовые ножны фиксируется то есть нож хорош но не для всего значит если нужно сделать что-то более грубое ну пилить пилка я уже не буду показывать значит что-то более грубое то вот это вот у него пол сантиметра он 5 миллиметров затылок у этого ножа сам по себе нож очень крепкий что-то что-то постучать разбить забить вместо молотка у него затыльник на ручке какой стоит железяка то есть ни вопросов нету плюс у него прекрасные ножны то есть я тоже вот уже показывал нужно сами с фиксацией плюс ремешок то есть его можно как угодно вешать и сам нож отстегивается здесь же на ножнах есть там какой-никакой там алмазный брусочек ну пускай весьма условный но подточить им что-то можно но вот им готовить что-то реза строгать тяжелее и точнее это чистая физика то есть угол сход заточки здесь уже более угол меньше больше более тупой соответственно за . не так портится но и чтобы резать надо прилагать больше усилий но зато и можно спокойно открывать банки я смотрел уже ну так проверял до убоя не проверял но открывал им где-то там порядка там 15 банок с тушенкой нож прекрасно режет и носик у него вот по прежнему я его не подводил ничего носик очень острый хотя вот это китайцы но это китайцы копия дерберов ского ножа выживания хоть китайской китайцы не из дешевых он 25 долларов стоит этот нож значит плюс для всяких рубах работали вот отличная резиновая рукоятка но на изумление который прямо сама к руке липнет сухая рука влажная рука грязная рука нож липнет к руке показываю что допустим тем ножом отлично обстрогали что-то что-то обстрогать помидорчики порезать там хлебушек порезать там леску обрезать когда когда удочки там перебираешь не могу равных нету но на грубые вещи когда что-то расколоть отколоть тем более отверну что я вот я же в основном мотоцикле лишнего места не бывает никогда поэтому топор сама не возишь ну даже вот банально вот напилили червачок молодец уход будет лежит какой-то уже тут кололи знаете чем бачок нашел тоже не жив то есть но но вот таких вот вещей с тем ножом делается не стоит даже вот наколоть щепы костер развести сушнину пыльнули снаружи мокрая внутри сухая там-то тоже елка береза возле земля навсегда мокрая 3 сухая вот наколоть вот той же щепы поэтому ножу я ляпаю безбоязненно то есть вот такой вот видите вот такой нормальный чурбак берем халатушку и без задней мысли вот это все колен то есть тот нож для таких вещей просто не придут просто напросто и можно вот такую вот лучиночку отщипать но опять таки лучше этим его затыльник широкий задняя часть по нему и стучать меньше халатушка легче халатушка не убивается и он лучше раскалывает то есть так точно так же как плотницкий топор и топор колон по профилю посмотреть шукалон он вот именно сделан чтобы раскалывать спокойно берем и колен щупу по весу я же говорю что по весу можно рассматривать всерьез только тот только вот этот нож вот он там 200 чем-то грамм весит с нужными тот нож он вообще ни о чем поэтому для удобства я ставожу два ножа ну и второе что если выезжаешь там с ночевкой двумя тремя четырьмя а я часто так выезжаю то ну всегда запасную нож иметь надо ну банально где-то здорово там подцепили ковырнули сломали нож и плюс у того ножа очень хорошая сталь баковская она твердая но эта твердость это тоже палка двух концах вот этот вот ну как бы как и вся идеология наши выживания сделан 40 а 13 сороковку то есть вот я а вот беру даже при нужде вот о кирпич обыкновенный вот взял кирпич и худо-бедно я его подвел да он побыстрее тупица но в любой об любой плоский камень а в кирпич можно вот такую вот сырую палочку помакать в землю там любом еще остается абразив и уже вот довести тонкую заточку тоже как вариант это уже более тонкая заточка так вот пусть и геморрона но можно вот вот просто земле мокру палку так потёрли и земле потом вот по ровной поверхности доводим она работает как наждачка тот нож если где-то соответственно у него же говорю что у него очень очень острый сход на заточку с лезвия соответственно его проще выкрашить то есть если мы начинаем открывать консервные банки эти эксперименты уже ребята делали кромка выкрашивается хрен вы ее чем заточить просто-напросто поэтому я же говорю что лучше всегда иметь два ножа ну или вот и я считаю или ну или один вот такой на все случаи жизни нашу говорю что тот нож и не место не не занимает нее не весу не имеет поэтому отказываться от него я смысла не вижу просто-напросто ну или вместо того ножа там иметь какой-то там нормальный перочинный ножек без этих вот без распальцовок типа насчет там ножей выживания просто обычный тонкий хорошо режущий перочинный ножек готовить по что ребят ну вот картошку чистить вот этим ножом можно да но не очень удобно колбаску резать тем тоже удобнее а вот этот нож конкретно для грубых рабочих вот вот таких вот там постучать расколоть то есть вы сами видите что принципиально вот при наличии там пилки д д д можно и рубить там что то есть вот полено лежит то есть вот такие вещи делать то есть вот тем ножом я таких вещей делать не советую вы крошите поломаете и будете вообще без ножа так что ну где-то так вот в этом что я не буду спорить с легкоходами которые каждый грамм считают я езжу на мотоцикле на машине в основном ну где-то там и пешком немного хожу но опять-таки вот вот сколько там тот нож весит там грамм 70-80 ну для меня это это не тот принципиальный веса чтобы отказываться от второго ножа ну плюс в этом ноже ну кажется всяко в жизни бывает даже есть какой никакой китайский свисток есть кресало то есть худо-бедно можно даже где-то что-то даже если вот такой курильщик как я с полными карманами зажигалок вдруг их все каким каким-то чудом похерил то всегда можно там худо-бедно как-то развести огонь хотя бы в жизни бывает всяко ну свисточек здесь конечно такой архитичный но тональность такая что по-любому кто-то внимание вот на этот умирающие посвисты обратит вот ну то есть худо-бедно там даже присвистнуться нужно у него прекрасные то есть вот можно на ремень цеплять можно здесь бы на верхний подвес где-то цеплять можно хорошее не вываливаются так что для меня вот эти как бы два ножа ну и соответственно вот и вот эта пилка баковская она всегда для меня это вещи неразделимые поэтому у меня она и висит что-то я сейчас снял с рюкзака я показывал в обзоре рюкзака там ролик у меня есть обзор рюкзака ушел сон на заказ под себя как специально для мотоцикла я уже показывал что он меня просто сбоку висит вот этот вот чехол ну можно у точно так же вот за две ленточки через опряжки повесить на ремень ребята но она того стоит что пилка может сказать ни хрена не весит это все вместе грамм 300-350 наверно вот так вот весит вот она специально сшитом чехле она же же говорил что я там что я вообще фанат чехлов вы всегда король в лесу это не те вещи из от которых стоит отказываться ну где-то так ладно буду кастри сейчас потихоньку распаливать так вот выехал похода похода погода на и мерзейшие сыра пасмурно на градуса 3 на улице посижу кастрика у меня тут для колбаски есть поем колбаску жареную на свежем воздухе ну а всем удачи удачи